Всем добрый день! Сегодня я хочу вам рассказать в очередной раз о гостевом доме Владимир. Немножечко так в рекламных целях, так как все вы знаете, что сезон у нас уже начался. И вот надо показать, что мы вам можем предложить. В данном случае речь идет о гостевом доме Владимир, расположенном по адресу улицы Калараш, дом 14. Данный адрес находится прям рядышком-рядышком со сквером Ладоевского. Вот буквально он. Мы даже можем подойти к памятнику и посмотреть его. Тут недалеко. Именно на этом месте располагалась крепость. Но, к сожалению, до наших времен остались только фрагменты. Вот этот большой красивый грецкий орех. Кстати, можно вот увидеть непосредственно сам орех. Памятник. Ну и там вот на возвышенности единорог полупудового калибра. Ну, пожалуй, об этом я сниму отдельный ролик как-нибудь и покажу вам. А сейчас речь наша идет о гостевом доме Владимира. Даже я бы сказал частном доме Владимира. Так, ну, прежде всего, начнем с вот этих вот парковочных мест. Вот эти вот парковочные места, которые здесь у нас представлены, предоставляются нашим гостям на безвозмездной основе, на 8-9 автомобилей. Но, естественно, сохранность транспортных средств мы не гарантируем вам. Предупреждаю вас об этом сразу. То есть, если у вас есть желание, можете поставить свой автомобиль при наличии свободного места. Безвозмездно. Ну, а теперь непосредственно о самом доме. Дом был построен, введен в эксплуатацию в 2008 году. Строительство занималось несколько лет поэтажно. Ну, думаю, вам это меньше всего интересно. Вас интересуют комнаты и цены. Вот, кстати, телефончики, по которым вы можете обратиться. Особенно вот по нижнему, сразу вам говорю. 903-449-01-77. Ну, а теперь заходим во двор. Я тут заблаговременно включил иллюминацию. Добавлю показать вам все с лучшей стороны. Итак, вот эта вот башня. Это не просто башня, это игровой домик для детей. То есть, ваши киндеры могут спокойно туда залезть. В присутствии родителей, естественно. В том числе подняться на второй этаж, почувствовать себя принцем, рыцарем, принцессой. Ну и какой-нибудь там Рапунцель, которая сидела там и космос пускала. Скажу вам по секрету, даже взрослые барышни, совершеннолетние, не прочь залезть на второй этаж и пофотографироваться. Во дворе имеется видеонаблюдение. Вот, пожалуйста. Это не единственная, далеко не единственная камера. Кодовый замок на вход и на выход. Посторонние во двор не заходят. Кстати, своих потенциальных гостей прошу обратить на это внимание и никого не пропускать, ни при каких условиях. Для этого есть хозяин. Вот сейчас немножечко похвастаюсь цветами. В принципе, ими хвастаюсь я достаточно часто. Но для тех, кто первый раз вышел на мою страничку, на мой блог, чего же не похвастаться-то? Похвастаюсь, конечно. Во дворе есть столики, где можно посидеть, поболтать, попить чай и кофе. Дворик небольшой, как вы видите, но достаточно уютный. Также имеется вот тут пара столиков, где уже семьи побольше, можно спокойно провести там вечер. Тоже посидеть, поболтать. Но всех прошу соблюдать тишину в установленное законодательством время. Ну и, естественно, курение на территории Сочи, как вы знаете, запрещено. Вот такой вот гостевой дом Владимир. Ну а сейчас мы с вами пойдем и посмотрим непосредственно комнатки. И условия, в которых, возможно, вы будете жить. Готовы? Сосредоточились? Кстати, цены я укажу отдельно в отдельных листиках. Дабы было все понятно и ясно. Ну все, пойдемте. Мы с вами находимся на втором этаже. Это блок из двух комнат. Комнаты номер 22 и номер 24. Вот это вот 22. Ну, начнем, наверное, с общего обзора. Не смотрите там по зеркалам не надо. Итак, в блоке имеется холодильник, микроволновая печь, кухня двухкомфортная, ну и стол, и стульки. Стульки. Что за слово я такое придумал? Стульки. Стульчики. Вот. Это общего пользования на две комнаты. В принципе, многие практикуют и снимают весь блок полностью как двухкомнатную квартиру. То есть, это не возбраняется. А может, даже и приветствуется. Всегда приятнее жить одной семьей в двух комнатках. Поэтому имейте в виду данный факт. Ну, а сейчас мы посетим с вами санузел. Санузел, как видите, большой. На редкость просторный даже, можно сказать. Очень даже. Душ. Как полагается, раковина с зеркалом. И унитаз. Ничего лишнего. Все на месте. Все, что надо. То есть, по приходу с морем вы спокойненько обмойтесь и будете отдыхать. Ну, отдыхать вы будете в комнатках, соответственно. Кстати, вот с этого ракурса посмотрим с вами на кухню. Это только комнатка на эти две кухни. Ну что, начнем, наверное, с комнаты номер 22, да? По порядку. Номеров становились. Итак, комнатка номер 22. Включает себя. Точнее, оснащена двумя кроватками. Одноместная и двухместная. Большая, просторная. Метр шестьдесят. С двумя лебедями. Беленькими, красивенькими такими. Тремой, так понимаю, эта штучка мебельная. Называется для женщин, чтобы они там прихорашивались и подали носик. Красивое дерево оформляет стену. Имеется, конечно же, кондиционер. Как без него в наших широтах-то тяжело будет. Ну, пойдемте дальше. Неотъемлемая часть любого номера в нашем доме. Это телевизор. Да, с 32 диагональю. Неогромный, но вполне комфортный. Во всяком случае, для этой комнаты по параметрам он всем подходит. Имеется шкаф, где можно повесить свою одежду. Что-нибудь спрятать там. Не подсматривайте в зеркало. Еще раз говорю вам. Вот ракурс с другой стороны. Лебеди. Кстати, я там цветочек не заметил. Вот такой вот я рассеянный. С улицы бассейны. Видите, какая ручная работа. Все комнаты оснащены пожарной сигнализацией, поэтому, друзья мои, прошу вас очень серьезно к этому отнестись. Не курите в номерах. У нас это не приветствуется. И прописано в договорах. Но мы сейчас с вами отправляемся на балкон. На балкон номер 22. И перед нами встает красивый зеленый сквер. Имени Адуэльского. Там он где-то пушка. Единорог полуподового калибра. Ну и непосредственно бюст Адуэльского. Пальмочки, парковочки. Кто приедет на машине, я уже говорил, сможет спокойненько припарковать свой автомобиль где-то вот здесь. Но охранять ваш покой будет дракон на башне. Как пьем в сказке Пушкина, петушок с высокой спицей стал встречу его границы. Но у нас в данном случае дракон. Кроме того, обращаю ваше внимание, что на каждом балкончике у нас имеются вот такие вот стульчики. Есть и столик. То есть на каждом балконе два стульчика и один столик. Можно посидеть, попить кофе, поговорить, вспомнить свои утренние путешествия. А вы наверняка поедете куда-нибудь там в Ущелье. Может быть в Сочи, может в Олимпийский парк. В общем, поделиться впечатлениями. Вот такая вот комнатка номер 22, товарищи. А впереди нас ждет комната номер, не поверите, номер 24. Я уже говорил, что это блок. И поэтому не разлей вода. Направляемся в 24-ю комнатку. Перед нами вот такой вот фрегат лазерская. Сам красил, сам делал. И представляю вам номер 24. номер попросторней. Но тут уже на 4 персоны, не на 3. Красивые цветочки, как всегда, и радует глаз два лебедя. Куда без них. Дерево какая-то японская такая вот натура у него. Но красивая, мне нравится. Конечно же, в комнате имеется кондиционер. Большое панорамное зеркало. С вот этим вот котом. Не со скотом, а с котом. С котиком, с кошечкой. Вот. Не переворачивать мои слова. Я их сам перевернул. Конечно же, есть телевизор. И вот небольшой шкафчик такой. Пенальчик, шкафчик. Ну и пойдемте с вами, пройдемся на балкон. Наверное, я вас не удивлю видом, так как вид с номера 22 не сильно отличается видом с номера 24. То есть тот же грецкий орех, тот же сквер. И тот же, конечно же, дракон. Также на балкончике будет располагаться стол и два стульчика для вашего удобства. Если вам захочется посидеть, отдохнуть, поболтать. Ну вот, в принципе, как бы наверное и все. Ну все равно пойдемте в блок. И там я вам скажу до свидания. и еще раз заверю вас в том, что цены будут выставлены мной в этом же ролике. Вы сможете спокойно лицезреть их, знать уже точную цену. Цены, я вам скажу, в этом году мы не поднимали. Несмотря, невзирая, как говорится, ни на какие невзгоды и трудности, мы понимаем, что трудности у всех сейчас в нашей стране. Поэтому цены остались прошлогодние, даже позапрошлогодние. Вот, скажем так. Итак, напоминаю, это блок из двух комнат. Комнаты 22-24. Вы сможете снять их, если вам есть такая необходимость вместе, то есть как двухкомнатную квартиру. Если такой необходимости нет, тогда вы можете снять по комнату. То есть, либо комнату 22-ю, либо 24-ю. Ну, в таком случае у вас будет санузел на две комнатки, как кухня. Как бы вот так, товарищи. На этом всем вам говорю до свидания. Еще раз покажу вам красивых лебедей в лучах солнца. Вот так вот. И до новых роликов. скоро я сниму что-нибудь для вас еще интересное. Может комната, а может что-нибудь в Лазаревской. А не исключено, что и куда-нибудь съездим. Поэтому всем до свидания. До новых встреч. Звоните, подписывайтесь, бронируйте непременно. Если сомневаетесь, то непременно сверьте цены. Вот я вам рекомендую прежде всего чем бронировать, сверьте цены и сверьте удаленно, скажем так, от моря. Так как иногда вы потратите больше на такси. Езди в горы или куда-нибудь еще подальше. Ну ладно, это философия. Если будут вопросы, добро пожаловать, обращайтесь, ждем ваших звоночков. Всем пока, до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.